Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Начинаем работу в прямом эфире и напомню, что на этой неделе продолжились слушания в Конституционном Суде по очень важному, на мой взгляд, принципиальному вопросу о праве частных вузов преподавать студентам и на иностранных языках. Ну, в данном случае, конечно, имеется в виду в первую очередь русский язык. Полтора года назад, почти два года тому назад, если быть точным, был принят, были приняты поправки в закон, который, по существу, запрещает преподавать даже в частных вузах на русском языке. Сейчас у нас на прямой связи президент Сената Балтийской Международной Академии профессор Бука Станислав Анатольевич. Добрый день! Добрый день! Заседание Конституционного Суда продолжается, видимо, будут дебаты на следующей неделе. Как Вы вообще оцениваете весь этот процесс и какие надежды у Вас есть на Конституционный Суд? Вы правильно сказали, что первично 20 депутатов подали иск в Конституционный Суд, связанный в первую очередь, по нашему мнению и по их мнению, с нарушениями прав частных вузов. Но на сегодняшний день, когда уже прошли два заседания Конституционного Суда, на которых выступали, и те, кто подал иск, и адвокат, и тех, кто отвечает за этот иск, а реально это представитель министерства ИСАИМа Латвийской Республики. Оказалось, что ситуация гораздо сложнее. Она затрагивает отнюдь не только частные вузы. В этот процесс или в это ограничение подпадают и государственные вузы. Кроме того, фактически сегодня речь идет об автономии всех высших учебных заведений Латвийской Республики, на которые министерство ИСАИМ наложили уже ограничения в 2018 году, 21 июня, а сейчас накладываются подобные же ограничения еще по ряду других направлений деятельности вузов. Поэтому вот здесь широкий спектр проблем, связанных с автономией вузов. Связанный с языком вопросы, это оказалась только часть такой проблемы. Да, очень важная, да, в первую очередь для нас нарушающая и другие наши права, в том числе и на получение образования профессионального за свои деньги на том языке, на котором хотел бы получать владелец вообще-то этих денег и желающих получить высшее образование. Но кроме того, нарушающих и права предпринимательской деятельности, особенно ограничивая конкуренцию. Ну, например, почему риск экономическая школа может учить всех, в том числе и наших граждан Латвийской республики, только на английском языке, только с помощью зарубежных или наших преподавателей на английском языке. Почему на них не распространяется ни закон о государственном языке, ни закон о вузах Латвийской республики, а для всех остальных, ну, еще такими же правами пользуется и риска юридическая школа, а для всех остальных это запрещено или ограничено двадцатью процентами обучения. Вот это очень хорошая ремарка, которую вы сделали, это фактически вы предварили то, что я хотел у вас спросить. Вот представитель Министерства образования, которое пыталось защищать эту поправку в свое время, принятую, кстати говоря, в попыхах, без дискуссии, в последнем третьем чтении, что уже является плохой юридической практикой, но это уже пускай Конституционный суд решает. Ну вот, так вот, представитель Министерства образования заявил о том, что ничего тут особенного нет, нет никакой дискриминации, ограничения бизнеса, это все в рамках вот той последовательной политики по укреплению государственного языка, в том числе в образовании, которая вот последние там десятилетия проводится, и вот вузы, в том числе и частные, должны укреплять госязык. Ну вот из того, что вы сказали, видимо, не все частные вузы должны укреплять госязык, Стаггонская высшая школа или там высшая юридическая школа освобождены от такой обязанности или чести, я уже не знаю, как назвать. Ну, вы знаете, вообще укрепление языка методом запретов вряд ли, ну, является нормальным. Кроме того, нужно понять, что вряд ли это дает тот эффект, на который якобы рассчитывают при принятии вот этой статьи 56.3 о запрете. Во-первых, потому что все частные вузы давным-давно выполняют другую статью этого же закона и преамбулы, и сатверсмы в целом Латвийской Республики, по которым мы должны развивать, совершенствовать государственный язык, то есть латышский язык. И мы для этого открывали, например, программы в тех местах или в тех городах Латвийской Республики, где иначе люди вообще бы не могли получить высшее образование. Ну, например, небольшой городок Смилтона, где у нас за годы существования там официального аккредитованного филиала закончили сотни людей, которые никогда бы не могли поехать в Ригу. Или те, кто у нас получает высшее образование только на латышском языке для системы социальной работы. Это люди небогатые, очень, но ответственные, очень человеколюбивые, я бы сказал, которых мы учим там. Разве это не развитие? Разве не развитие то, что у нас обязательно все наши студенты учат латышский профессиональный язык, в том числе иностранные студенты? Разве не развитие, что в Академии есть центр латышского языка и культуры, в котором проходят различные мероприятия? Конечно, иностранных студентов мы тоже учим латышскому языку, проводим для них курсы интеграции. Вот, на мой взгляд, это и есть развитие, забота о нашем государственном языке. А если это ограничивать или наш лишать, тогда эти люди без этого окажутся. Это приводит и так к протестному выезду из Латвийской республики в Эстонию, и уже есть первая цифра, сколько туда людей уезжает, в Литве, в России, в Белоруссии. Вместо того, чтобы приезжать к нам учиться, наши уезжают туда учиться. И нужно понимать, что это безвозвратные потери. Кстати говоря, да. Это очень тоже важное замечание, но я уже хотел как раз об этом и спросить. Что касается наших соседей в Эстонии, в Литве, может быть, я ошибаюсь, но я не слышал, что там были подобные языковые жесткие ограничения для частных учебных заведений. Для всех учебных заведений там нет. Это относится к автономии высших учебных заведений и в Литве, и в Польше, и в Эстонии. Обвинить их всех в том, что они реализуют программы под давлением, ну, не знаю, русского языка, России или еще кого-то, ну, просто смешно было бы на сегодняшний день. Значит, там вузы выбирают сами. Это их право, которое они реализуют, вне зависимости от того, это частные вузы, или государственные вузы. Тартусский университет, лучший университет Прибалтики и занимающие среди, ну, практически всех, кроме двух российских вузов, лучшие позиции в мировых рейтингах имеют программы и на русском языке. Частные вузы в Эстонии тоже это делают. Как все уже узнали в прошлом году, Клайпецкий государственный университет в Литве объявил набор на программы на русском языке. В Польше программы на русском языке реализуют вузы, если они видят в этом полезное для себя и вложение капитала, и востребованность в первую очередь со стороны тех, кто хотел бы учиться на русском языке. Их там никто не ограничивает в этом, я так понимаю. Нет. Поэтому... Да-да, извините. Да, ничего, я просто хотел уточнить, значит ли это, вот резюмируя то, что вы сказали, что фактически автономия вузов начинает ограничиваться, особенно это, я понимаю, что есть другое, что называется, опера, но мы помним всю эту эпопею с ректором Латвийского университета, и многие вузы, не только Латвийский университет, как раз забили тревогу по поводу автономии, она реальна или только на бумаге? Вот поэтому я и говорю, что, ну, процесс в конституционном суде поднял вопросы гораздо более широкие, чем только язык, о котором говорят. Да, для нас это очень важно. Право людей обучаться на том языке, еще раз подчеркну, за счет своих средств, без какой-либо поддержки государства, как в частных вузах, оно очень важно, потому что это наше, это наше дело, это то, чем мы занимаемся в течение уже почти 30 лет. Но есть и другие аспекты, есть другие стороны автономии вузов, которые являются вообще-то в соответствии с Балонским процессом, с Великой хартии университетов, с международными общепринятыми нормами, которыми вузы должны сами пользоваться. Это автономия и академической деятельности, научной деятельности, это автономия академического персонала по формам ведения деятельности, по содержанию, которое имеет право излагать сам профессор. Это все вместе. Это право избирать свои внутренние органы управления, как вы сказали, в том числе и ректора. Да, можно его согласовывать, но это право вуза. Сейчас эти права в свете того, что подан еще целый ряд других документов, и они находятся уже в кабинете министров, они получили очень резкую и отрицательную оценку ректорского совета. На конституционном суде сейчас та структура, которая до сегодняшнего дня отвечает за стратегию развития высшего образования, включая и государственные, и негосударственные вузы, Совет по высшему образованию, его председатель очень четко высказался. Притом, это не сегодняшняя позиция. Совет по высшему образованию считает, что право на язык и в государственных, и в частных вузах должно быть единым, и оно должно включать право вузов самостоятельно определять, на каком языке они могут принимать, обучать и выдавать соответствующие дипломы Латвийской республики. Я понимаю, что забегаю вперед, но вот такие два вопроса, может быть, в завершении. Вопрос первый. Если предположим, будем надеяться, Конституционный суд все-таки признает правоту ИСОВ, 20 депутатов Сейма, и признает соответственно с этим закон недействительным, то может ли, к примеру, Балтийская Международная Академия, после этого решения, достаточно быстро вернуть эту возможность обучаться на русском языке и принимать, допустим, абитуриентов уже на эти русские программы? Разделим здесь два типа абитуриентов. Из Латвийской республики, да, достаточно быстро. Хотя у нас уже целое, ну, увеличилось количество тех, кто обучается на латышском языке, увеличилось количество программ, которые мы реализуем на английском языке, и тех, кто может обучаться для них. Да, мы стараемся максимально обеспечить помощью, в том числе и языковой помощью тех, у кого еще пока знания соответствующих языков не соответствуют в полном объеме требования. и у нас ведущихся очень много тех, кому по латвийской статистике 29 плюс и 39 плюс. То есть, люди, закончившие школы еще до образовательной реформы, они ведь тоже пострадали. Государство не смогло обеспечить им качественное обучение в школах, и в то же время сегодня требует от них на гораздо более высоком уровне знаний государственного языка, на котором им предстоит учиться. Значит, эти люди рискуют вообще остаться без высшего образования внутри Латвийской республики. Вторая группа это иностранные студенты. И здесь все гораздо сложнее, потому что здесь репутация Латвии как страны, в которой есть возможность учиться получать государственный диплом Латвийской республики на русском языке очень подпорчено в течение вот этих последних трех реально уже почти лет, когда вопрос был поставлен о том, что может быть запрет. Кроме того, все наши студенты иностранцы, которые еще доучиваются до 22 года на русском языке, они ведь тоже сообщают свои страны, свои семьи о том, что они уже последние, а новых нет. Поэтому это потребует серьезных вложений от нас и от других вузов, в которых были программы на русском языке, серьезного финансирования. Мы ведь потеряли уже целый ряд опытных преподавателей, которые еще в состоянии были преподавать, но сейчас являются пенсионерами, или те, которые просто уехали из страны и получили хорошее предложение в других странах в качестве преподавателей. В Белоруссию, на Украину, в Россию, конечно же. Я хотел бы напомнить еще одно, что ведь программу интернационализации в России высшего образования страна реализует очень быстро. На сегодняшний 50 тысяч иностранных студентов. И они стали очень конкурентно способны. И вернуться, потеряв несколько лет, и предложить образование такого же уровня, становится все сложнее. Спасибо большое представителям Сената Балтийской Международной Академии Станислава Бука. У нас был на прямой связи. Микс Ньюз. И мы сейчас попросим нашего звукоежиссера связаться с еще одним экспертом, известным юристом, правозащитником и, кстати, депутатом Ермольской Думы Елизаветы Кривцовой, которая тоже следит за тем, как идет обсуждение иска 20 депутатов Сейма в Конституционном суде. Напомню, иск был подан в связи с принятием еще 12-м Сеймом предыдущим парламентом неожиданно в третьем чтении поправок в закон в образовании и о высшей школе, которая фактически запретила частным вузам преподавать на русском языке и резко ограничила, кстати, преподавание на других иностранных языках. Елизавета Кривцова уже у нас, я так понимаю, на прямой связи. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот идет полным ходом процесс в Конституционном суде в связи с этими поправками, запрещающими по существу и частным вузам в том числе преподавать на русском языке, ограничивающий преподавание и на других языках, кстати говоря. Как вы оцениваете весь этот процесс, ну, к примеру, заявления представителей СИИМа и представителей Министерства образования, что вообще тут нет никакой дискриминации и нет тем более никаких нарушений Конституции, поскольку все это в рамках последовательной политики государства по укреплению позиции латышского языка? Ну, здесь, с точки зрения последовательности, ну, в отношении конкретно частных вузов, мы уже, на суде уже констатировано, что по поводу этого решения было две дискуссии проведено, одна в 2006 году о том, что такое возможно, и вторая дискуссия вот произошла один раз на комиссии 7 и перед принятием этих поправок, ну, из этих констатированных фактов, на мой взгляд, тяжело сделать вывод, что это давно готовилось и тщательно обсуждалось, когда, особенно, когда одна ссылается на дискуссию 14-летней давности. Вот, а с точки зрения того, что нету никаких нарушений, ну, это вот констатирует суд, отношение Министерства образования, надо признать, что они выглядят, ну, на мой взгляд, очень неубедительно, прежде всего, потому, что они интерпретировали закон против текста, который там записан, да, в законе написано, например, что можно программы на языках ЕС можно предлагать иностранцам, а Министерство говорит, ну, это означает, что и местные могут совершенно неограниченно туда ходить и у судей зачастую вставал вопрос, а зачем же тогда вот там дальнейшее ограничение, что только 20% кредитных пунктов наши студенты имеют право на другие, ну, в данном случае на английском осваивать, если все так просто. Ну, в общем, там и Министерство, и впоследствии Карли Шадурский очень делились разными способами, как обойти эти запреты и что эти запреты на самом деле ну, ничего не означают и никакого смысла не имеют. Ну, естественно говоря, с точки зрения юриста и с точки зрения суда, это достаточно странная позиция, да, зачем же мы пишем эти запреты, если они, как бы, если их соблюдать должны только те, кто непосвященные, так сказать. Ну, то есть даже у судей Кресонного суда было такое недоумение, я так понимаю, да? Да, в суде было однозначно недоумение, как можно интерпретировать закон с точностью наоборот тому, что там написано. Да, как бы, это, закон можно действительно интерпретировать и всячески понимать, но понять его вот с точностью до наоборот тексту, это все-таки, это недопустимо. Ну, я так понимаю, что, не знаю, спрашивали ли судьи такой вопрос, задавали ли представители Министерства образования или Сейма, а есть ли в других странах, по крайней мере, Европейского Союза подобные, ну, на мой взгляд, абсурдные запреты, я даже не знаю, что бы представители Министерства вообще сказали. И так не спрашивали, но был, например, представитель Совета Высшего Образования профессор Янис Ветер, который рассказывал про другие страны, и, в общем-то, само собой разумеющимся в Европе и, в общем-то, в мире считается, что выбор языка обучения это академическая свобода вуза, там вмешательство государства недопустимо. Вот, насколько мне известно, есть какие-то случаи, когда там требуется, чтобы программа, чтобы какие-то требования к национальному языку выдвигаются, это не большинство, но, тем не менее, где-то такое встречается, но чтобы запретить учебу и лекции на каком-то языке, такого не встречается, в общем-то, нигде. Да, вот, конечно, сейчас тяжело прогнозировать, как дальше будет развиваться событие, но мы знаем, что были предыдущие решения Конституционного суда, которые касались языка обучения, правда, не в вузах, они касались школ, в том числе и частных, и мы знаем, каким было решение Конституционного суда. Вот, на ваш взгляд, я понимаю, что трудно тут делать какие-то прогнозы, но вот, на ваш взгляд, этот иск и это требование признать закон Неконституционным, он отличается от предыдущих исков, по сути? он существенно отличается от предыдущих исков, и более того, в этом иске вообще не рассматриваются право национальных меньшинств, с одной стороны, поскольку это было, ну, частично и наши судебные стратегии, что, ну, там ловить нечего, с другой стороны, мы все-таки аргумент дискриминации, вот, разного отношения к русскому английскому языку и разным-разным вузам мы все-таки использовали, однако суд отказался по этой статье возбуждать дело, да, то есть, ну, таким образом, в данном случае мы рассматриваем вопрос академической свободы и свободы образования, и второе, мы рассматриваем право собственности, то есть право свободной, свободного ведения предпринимательской деятельности и честной конкуренции. Честная конкуренция, прежде всего, к двум вузам, которым в исключительном порядке разрешено преподавать только на английском. Это стокольмская высшая школа и юридическая высшая школа. Вот, и здесь мы иск мы подавали на права частных вузов, то есть, на их академическую свободу, но суд по своей инициативе расширил рамки рассмотрения до прав всех вузов, как государственных, так и частных, на академическую свободу в части выбора языка обучения. Поэтому, ну, здесь дело, и юридически это дело существенно отличается от предыдущих, но это мы все время, как представители истов, мы все время подчеркиваем, что мы видим существенное отличие от предыдущих дел. Может быть, с точки зрения здравого смысла нет, но с точки зрения судебной стратегии это важно, чтобы были, чтобы были шансы выиграть это дело. И, во-вторых, все-таки высшее образование, оно отличается от основного образования, прежде всего, потому что оно совершенно необязательно никому. Вот. И, во-вторых, что академическая свобода, она по отношению к вузам, она признана в очень многих документах, она там подчеркивается на всяких конференциях, и вот если свободу школ надо особо обосновывать, то свобода вузов, она уже столетиями закреплена, и это такое очень сильное основание, на котором мы можем зачищать эти слова. Вот я знаю, если мне память не изменяет, что у вас личный опыт обучения за границей, в частности, в Германии, ну вот мне, наверное, тяжело представить, может быть, если я не прав, вы меня опровергнете или поправьте, что, допустим, в частном вузе Германии законодатель будет пытаться запретить студентам, например, учиться на английском языке за собственные деньги, или еще говорит о том, что вы можете слушать там, не знаю, только 20% учебного материала на английском и не больше. Это абсолютно верно, такого нигде нет, более того, в государственных вузах многих стран и Германии, и, прежде всего, в Скандинавии английский язык используется достаточно сильно, то есть, такая общепринятая концепция, что использовать национальный язык и английский язык, но в Скандинавии все страны они в основном используют даже английский язык, то есть, там совершенно разные подходы, а подходы, уникальность нашего, нашей ситуации, что у нас существует запрет на использование языка, причем этот запрет относится к устной коммуникации, к разговору, к лекции, потому что тот же Карлис Садурский сказал, что можно и нужно читать книги на русском языке и на английском языке, и он сам все время их советует читать, и таким образом в высшем образовании вот читать на русском разрешено, а вот разговаривать ни в коем случае нет. Но это же абсурд! Само по себе абсурд, да, и причем вот по его мнению лекции, вот разговор входит в понятие, то есть, чтение книг входит в понятие академической свободы, а вот разговор по поводу этих книг уже нет, это за рамками академической свободы, это что-то там вот такое особенное, но мне кажется, да, что это не поддается законам логики, это очевидно, очевидное противоречие, и любой, кто заинтересован в том, чтобы в стране существовало нормальное высшее образование, понимает, что должны быть понятные, логичные правила для высшего образования, и что свобода университета это условия развития, в общем-то, развития общества, именно поэтому университету дана эта свобода, чтобы он мыслил свободно и помогал обществу в его развитии, рисовал эти перспективы, и это, ну, многие все-таки это понимают, министерства образования нет, но... Это что особенно пикантно, что министерство образования, головное фактически вот учреждение в сфере естественного образования этого не понимает. Да, вот понимание академической свободы у чиновников и у министра высшего образования могу с полной ответственностью сказать нету, там по поводу этого у них полный бардак в голове, и с таким пониманием, конечно, развивать высшее образование в Латвии невозможно. Ну, я так понимаю, что все это еще имеет, скажем так, финансовые последствия для вузов, поскольку мы наблюдаем отток студентов, мы фактически помогаем конкурирующим странам в сфере вот экспорта образования, не так ли? Нет, однозначно, конечно, у нас сейчас очень существенное снижение студентов из стран СНГ, стран, где, я понимаю, традиционную знают русский язык, прирост появился в эстонских вузах, и что интересно, Латвия в автоматическом порядке признает дипломы, полученные в Эстонии или Литве, то есть даже если наш гражданин поедет в Эстонию, получит образование на русском языке, оно в Латвии будет автоматически признано как свое, да, то есть мы просто отрезаем у себя определенную экономическую нишу, не добиваясь никакой выгоды для себя, кроме каких-то там своих ублажений, своих идеологических амбиций. Может быть, такой вопрос, я понимаю, что, наверное, тяжело заранее предсказывать, каким будет решение к Эстону суда, но в случае, если вдруг оно будет негативным для эстцов, насколько есть возможность, изучая ли вы возможность обращения и в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и, кстати, в суд Европейского сообщества в Люксембурге? Да, эти оба варианта возможны, но это не могут делать уже депутаты Сейма, это могут делать сами ВУЗы, если они захотят продолжить борьбу. Европейский суд по правам человека, да, это однозначно право на образование и даже больше право на свободу коммерческой деятельности, а что касается права Европейского союза, там это на наш взгляд, на наш взгляд то, что государство дало особые исключительные права двум коммерческим ВУЗам, да, по сути, является видом государственной помощи, да, то есть и эта государственная помощь, она контролируется со стороны Европы, она запрещена и таким образом, например, если какой-нибудь тоже эстонский предприниматель захочет здесь открыть филиал со своей русской программой, он этого не сможет сделать, или даже своей английской программой, он не сможет этого сделать, потому что наша латвийская законодательство запрещает, и таким образом разные условия конкуренции, почему-то одни ВУЗы могут купить все на английском, а другие должны всячески там выкручиваться, с кем-то договариваться, как-то из-под полы предлагать. Вообще это удивительно, да, в 21 веке, даже я уже сейчас не говорю про бюджетные какие-то программы, за собственные деньги студенты должны каким-то, не знаю, тайком учить большую часть предметов на английском, меньшую часть предметов на русском, но это что-то такое из разряда какого-то абсурда. По-моему, да, это тоже полный архаизм, и с современным миром это несовместимо. Елизавета Кривцова у нас была на прямой связи, спасибо большое,